Среда есть, доступности мало. Активисты организации «На коляске без барьеров» проверили, могут ли люди с ограниченными возможностями воспользоваться услугами нотариуса или сходить в театр. По закону вход в это кафе должен быть оборудован пандусами и специальной кнопкой. Это в теории. На практике удобство для колясочников есть далеко не везде. В это заведение, впрочем, попасть не удалось по другой причине. Коляска попросту не прошла в дверной проем. Едем дальше. Заверить документы у нотариуса удается только благодаря помощи охранников. В театр имени Андрея Миронова не попасть не то, что на инвалидной коляске, а даже с обычной детской. Не радует и аптека. Ступени, как в неприступной крепости. Дверной проем для колясочника слишком узок. Кнопка вызова помощи есть, но ее расположение будто насмешка. Попробуй как-нибудь чуть-чуть по-другому подъехать. На самом деле вот этой проблемы в городе очень много. Когда вроде бы создаются элементы доступности, а вот заставить эти элементы работать, сказать, что во всех случаях наплевать, наверное, будет неправильно. Где-то сделали по формальному признаку, а где-то просто забыли подумать. Лина Филиппова прикована к коляске с детства. Но от формального отношения общества к ее проблеме ей все равно порой очень обидно. Когда ты чего-то не можешь, а кто-то другой может. Тогда это, ну, подчиняя это, приносит обиду. Бывает обидно. Такие минуты, собственно говоря. А так ты, в общем-то, уже привык к тому, что ты находишься в определенных жизненных обстоятельствах, и поэтому не ощущаешь себя каким-то ограниченным. Полноценно получить услугу из всех точек объезда на Петроградке удалось только в Театре Лицидеи. Там и въезд удобный, и лифт имеется. У нас есть районы, которые, в принципе, лидируют по обеспечению доступности. То есть, традиционно лидирует Невский район. Может быть, мы пошли не по самым удачным объектам Петроградской страны, хотя я думаю, что на Петроградке тоже достаточно много доступных объектов. Итогом акции, которая проводится второй год подряд, станет создание так называемой карты доступности. Она поможет лицам с ограниченными возможностями выбирать те заведения, где они не будут чувствовать себя ущемленными. Продолжение следует...